Здарова народ, с вами Готика, с вами Сократ. Сегодня у нас 30 июня, это конец месяца и означает, что у нас новости недели. Все верно. Так как на прошлой неделе нам было добавлено целая куча шмоток, и я предположил, что выход крупного обновления намечен на середину июля-середину августа. Таким образом, получается, что и нынешнее обновление показывает, что наверняка готовится что-то крупное. Ведь на этой неделе у нас целая куча бешеных скидок и акций. Поподробнее в этом видео. Перед началом, конечно же, огромное спасибо Алексею Котову, Иван Некст 64 Рус, Виктор Попов и Вовка СПБ, а также другие спонсоры, которые поддерживают наш канал. Можешь стать им тоже от 49 рублей в месяц. Спасибо, удачи, погнали! Ну, собственно, по статистике, как всегда, начинаем с онлайн. Онлайн на этой неделе 16 тысяч человек, чуть меньше, чем на прошлой, и в принципе, это самое днище. То есть, падать уже фактически некуда, однако, все-таки я рассчитываю на классное-классное обновление. На этой неделе новая неделя скидок и бонусов Red Dead Online, а именно тройные выплаты долларов, золота и опыта за участие в противоборствах. А в всех противоборствах это вообще классная избранная серия, серия перестрелок, серия на выбывание и серия захватов. Тройные выплаты, бесплатная брага для самогонщиков, экономим 50 долларов, бесплатный купон на доставку припасов для торговцев, экономим 20 долларов. Скидка 5 золотых слитков на роль торговца, он же мясницкий стол, а теперь стоит 10 золота. Из каталога убрали все предметы одежды из ограниченной серии. Скидка 40% на все виды огнестрельного оружия. Револьверы, пистолеты, карабины, дробовики, винтовка. Скидка на все боеприпасы, абсолютно на все. На оружейное масло вообще бесплатно. Проходите по ссылке под этим роликом для того, чтобы попасть в свой собственный социал клаб. Для быстрой покупки всех видов орудия, всех видов патронов, которые возможны в игре. Таким образом вы сможете в каталоге купить максимальное количество боеприпасов и не надо тыкать больше в игре на эту функцию. Скидка для охотников за головами. Улучшенное лосо 175 долларов. Но здесь вообще, короче, подстава лютая, потому что на прошлой неделе было 225 долларов, но ничего страшного. Бола 15 долларов, горючий самогон 10, отравленный 2,5. Рецепты ядовитого самогона стоят теперь 300 долларов. Скидка у скупщика, горючий самогон, нож, боло, динамит, зажигательные смеси. Ну, в общем, все. Все рецепты, брошюры, разрывные патроны, огненные патроны, стрела на дичь, конское лекарство и так далее. Для чего все эти рецепты и что они себя представляют, можете ознакомиться в ролике крафта. Ссылка в описании к этому видео. Скидка на инструменты. Оруженное масло, как я и сказал уже, абсолютно бесплатно. Коллекция Мадам Назар на этой неделе стоимость 80 долларов. Туда входит монета в 25 центов 1792 года, джин, олд том и кольцо с сониксом обри. Вот такие вот дела, дамы и господа. Для чего это все сделано? Я думаю, это все сделано для того, чтобы когда вы потратили на прошлой неделе все золото и все доллары на покупку всех шмоток, вам надо восстановить свои припасы и подготовиться к крупному обновлению. Скупаем абсолютно все, новички так быстрее прокачиваются. После чего в середине июля, с 15 июля по 15 августа, можно реально вкатить крупное обновление. Просто реально. Я никогда не поверю в тот слух, что Rockstar запилили CDPR бабло, чтобы они сделали перенос релиза с сентября на ноябрь Сайберпанка. Хотя такие мемасы ходят. Думаю, что это полная дичь и полнейшая лажа. Однако, выход именно крупного обновления в Red Dead Online уже крайне необходим, потому что игроки уже негативно настроены на то, что нету контента. Старички уже не заходят, новичков уже гораздо меньше. Те, кто прошли сюжетку за полгода, их уже должно быть... Уже все, наверное, уже должны были пройти сюжетку, кроме меня. И ввиду этого, соответственно, я надеюсь на это крупное обновление, так как слухов и изливов и на Red Dead, и на Фочане нет. Однако, я все-таки рассчитываю с 15 июля по 15 августа, почему я объяснял в прошлых роликах. И... Вот такая вот дичь несуспетная мне пришла в ответ на мой запрос относительно читаков и даже приведенных примеров. Мы ценим потраченное вами время, чтобы сообщить о данном инциденте. К сожалению, мы не принимаем сообщения о нечестных игроках в Red Dead Online. И вот тут у меня, блядь, большой осадок на душе и на сердце. В смысле, блядь, мы не принимаем сообщения о нечестных игроках. Приносим свои извинения за возможные неудобства. И тут я как бы у меня аж челюсть отвисла. Для того, чтобы игровой процесс был справедливым для игроков, мы осуществляем, блядь, регулярные, сука, проверки с целью блокировки читеров и отмены любых незаконных, блядь, сделок. Я сгорел к хуя. То есть, такого неуважения к игрокам я не видел ни в одной игре. В смысле, мы не принимаем сообщения о нечестных игроках. То есть, на данный момент происходит так. Любой читер может купить... Любой, точнее, пиздюк может купить за полторы тысячи рублей себе читы. И вы можете даже на него не жаловаться. Ведь Rockstar больше не принимает сообщения о нечестных игроках. Они принесут вам извинения. И вместо этого, они иногда осуществляют регулярные проверки. Шо-то я как-то не видел, блядь, ни одной. Вот, ну ни одной волны банов в Red Dead Online еще не было. Таким образом, получается, что нам достали большой прибор Rockstar'овский и положили на стол, а вы дальше крутите и делаете, что хотите. Хотите, посмотрите, хотите, потрогайте. Хотите, лизните. Это полное неуважение к игрокам и всему игровому комьюнити. Любой может спокойно сейчас делать, что хочет. И ему за это нихрена, блядь, не будет. Потому что, к сожалению, мы не принимаем сообщения о нечестных игроках. А как мне доложить Rockstar'ам о том, что у них в игре есть нечестные игроки? Кто это именно? Через внутриигровую систему жалоб? Так они знают, что до них эти жалобы не доходят. Они знают, что читы могут спокойно отменять эти заявки. Более того, если вы пожалуетесь на читра, у вас крошенец игры. Rockstar' убирает возможность использования белых костюмов особых ребят-товарищей и писать сообщения матом или там любым сообщением. Когда, помните, раньше писали от Rockstar сообщения, соответственно, якобы это отправлено. Что читаки отправляют. Rockstar убрал эту функцию в читах. В натуре четко, в натуре классно. И мы не принимаем сообщения. Я вот сейчас вот ору и стерю, как маленькая сопливая девчонка. Но, тем не менее, это уже перебор, блядь. И дело не в том, что читаки. Они хотя бы, сука, сделали бы вид того, что они работают над этим. Да, да, мы приняли меры. Мы с ним там проведем работу или еще что-то. Мы это проверим, блядь. И могут вообще не проверять. Ну, сука, что значит? Мы не принимаем сообщения о нечестных игроках. Ну, заебись. Вот просто Rockstar положили хер. И, к сожалению, сама, сам сеттинг игры, сам онлайн, то комьюнити, которое образовалось у вас и у нас, оно прекрасно. И, ну, блядь, просто, блядь, опускаются руки с каждой недели все больше и больше. Но, не время унывать. С вами была Готика, с вами был Сократ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Возможно, в скором времени я останусь последним и единственным игроком в Red Dead Online. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok